Доброе утро! Прекрасный повод, но у нас серьезная радиостанция, Сережа. Так, давайте о Юле, пожалуйста, поговорим. Юля сыграла в фильме главную женскую роль Жанны, помощницы главного героя, писателя Владимира Богданова, которого играет Константин Хабенский. Значит, Юля, хотелось бы разобраться в завязке фильма, поскольку я пока смотрел только трейлер. Там все очень непросто. Насколько я понимаю, главный герой — это писатель, который не может много лет написать ни единой талантливой строчки. Он депрессует, пьет, и тут вместо него появляется двойник. Правильно ли? Да, все правильно. Все правильно, прекрасно. Я так понимаю, что вы и не читали роман Минаева. И не читал роман Сергея Минаева. А многие читали роман Минаева, поэтому пересказывайте. Ну что же, вы сразу начинаете с унижений нашего общения. А так хорошо зашли, мы вам сказали, как вы красивые комплименты. А вы сразу унизили Витьку, спасибо вам, Юлечка, за это. Нет, я просто не хочу расширять сюжет, раскрывать его, потому что есть некоторые изменения относительно романа в сценарии, то есть в фильме. И мне кажется, что было интересно и читателям, и будущим зрителям больше того, что написано в анонсе, и пока, знаете, не надо. Но мне кажется, что жанр интересный. Можно поговорить о жанре, о команде. А жанре, вот, кстати, вот о команде. Скажите, пожалуйста, а автор присутствовал на площадке, захаживал Сергей Минаев сам автор романа? Автор захаживал, но не ко мне. Не к вам. Юля, ну мы не об этом вообще говорим, что за такие формулевки. Юля, я выключу ему микрофон, Юля. Так вот, автор Сергей Минаев присутствовал. Он обиделся. Юля, значит, смотрите, вот у меня просто вопрос про Сергея. Просто параллель такая, понимаете ли, Сергей Минаев, писатель, и главный герой произведения тоже писатель. Господи, как ты это делаешь, Витя? Господи, я тоже не понимаю, как можно так с утра. Не о себе или часом, Сергей Минаев. А может быть и о себе, скорее всего, вероятность такая есть, как вы верно подметили. В общем, Сергей Минаев, да, присутствовал во время съемок на площадке, но для меня он был незрим, потому что как-то мы с ним не пересекались, но я знала, что он все время, ну, большую часть времени... Создатель всегда незрим. Да, создатель незрим, но он рядом, и он есть. И в основном он, конечно, работал с Хабенским, а мне доставалось уже какие-то изменения, ну, уже результат этих изменений. Полтора часа диалогов с Хабенским. Да, Юля, там, передайте... С Хабенским, Хамерике с режиссером и апельянцем-оператором. В общем, команда просто... Заметьте, что... Апельянц. Апельянц, да. А что вы знаете? Это маленькая армянская радость постоянно, когда слышит что-то про армян, где-то появившихся, очень радуется. Сразу хвостиком, хвостиком. А вот как, откуда вы знаете, что у него происходит? Ну да ладно. Вот. Потому что... Не ари, я выключу тебе снова микрофон. Юля, к Юле не захаживал Сергей Минаев. Юлечка, а такой вопрос, вот как мы уже поняли, по духу ли с 21 века, поэтому роману снято. А вы читали роман? Нет, роман не читала. Читала только сценарии и переработки сценария. Хотелось тут выяснить, а насколько отличается вообще вот с первой от второй? Я слышу только от людей, которые работали над этим, поэтому они, конечно, говорят, нет, но это другое, это другое, это лучшее, это интереснее, это динамичнее. Потому что роман все равно литературная вещь. И не всю литературу... Вот, например, моя героиня... У меня как меня взяли вообще, я расскажу вам. Давай, Юля, пожалуйста. Прихожу я на пробы. Еще и пробы были, Юля, вам. А там текст. А там текст? Боже! Подождите, не перебивайте девушку, Сергей. А там текст. И текст, монолог большой, длинный, литературный, с красивыми литературными образами и изысками. И я сажусь за стол, вот как сижу, как прямо сейчас перед вами, и передо мной сидит мне кто-нибудь Ахабенский. И я, значит, ему сразу как бы с монолога и сразу ему в глаза весь свой монолог читаю. И, собственно, и конец. На этом я и ушла. Ага. Но потом оказалось то, что после этих проб меня и взяли сразу. Ну, то есть не было каких-то долгих, диаложенных, проб костюма, грима, как это бывает часто. Вот. И когда мы снимали уже кино, этой сцены, она была трансформирована. То есть той литературной составляющей, на которой я, как художник, как актриса, очень расположилась и все это красиво Витя Ивата рассказывала, этого ничего не было. То есть все это для динамики урезали. И я думаю, то, что какие-то моменты в кино подобные были убраны. Значит, вопрос еще есть очень интересный. Ведь не только Константин Ахабенский принимает участие в фильме «Селфи», но еще и Федор Сергеевич Бондарчук. И что интересно. А я не пересекалась с ним. Мне очень жаль, потому что моя героиня с ним не контактировала. Да, мы разные действующие силы. Одна злая, одна добрая. Не будем раскрывать, кто злая, кто добрая. Расскажу слушателям интересную историю. Дело в том, что Федор Бондарчук случайно попал на роль Макса, лучшего друга главного героя. Федор Бондарчук куда-то попал случайно? Нет, он продюсер. Он продюсер картины. Но при этом его сопродюсер Петр Ануров и режиссер Николай Хомерики как раз-таки подложили собственную фотографию. Федора в стопку других претендентов. Я думала, они подложили ему собственную фотографию. Так и было. Они сидят, представляете, отсматривают актеров, кто мог бы сыграть роль Макса, главного друга. А вот это кто? Это талантливый актер из Твери, да, на фото Бондарчука. Я его где-то видела, узнаваемый. И вот так вот Федор Сергеевич попал на роль Максима. Ну, без сходения. С Федором Сергеевичем мы не справились бы, потому что вот моя мама была на премьере. Я-то не была на премьере, мне стыдно признаться. Я не была, потому что у меня... У меня еще театральная актриса. Так, а другого об этом мы поговорим. И мы давали «Вишневый сад» на сцене театра имени Моссовета Кончаловского, да, режиссер Андрей Сергеевич Кончаловский. И поэтому пока все премьерили и видели целиком картину, я ее не видела, да. Но мама сказала, что ей больше всего понравилось. Я, Хабенский и Бондарчук. Странно, если бы мама сказала что-то другое, понимаете. Ну, понятно, про меня это предвзятое мнение. Про Хабенского понятно, что нет. И про Бондарчука, что круто, что он нравится. Понятно, что он продюсер, что он режиссер, так еще и актерский. Он очень лихо и круто сделал свою работу. Нет, ну, Федор Сергеевич большой мастер. Что спорить-то? А вот интересно, кстати, у вас... Генетика. Генетика в том числе. Но, к сожалению, не везде сказывается генетика. И бывают случаи, когда... Да, теперь... Это выбраковой. Это выбраковой. Про себя он все так же. Интересно, большое количество у вас эпизодов, конечно, вместе с Константином Хабенским. В принципе, основная часть. Основная часть. Собственно, все. А вообще оставались какие-то шансы для импровизации? Или рядом с Константином, так сказать, без вариантов? Нет, оставались. Что странно, что несмотря на... Когда отворачивался Константин, можно было оп и что-то по-своему. Оп, и раз, и станцевала. И закан переставила такая на столе. А! Бунтарка, бунтарка, да. Нет, ну, было круто. Мне было 24 в тот момент, когда мы снимали картину. Сейчас, сегодня вам 23. Сегодня мне 23 с утра. Под вечер мне больше обычно. У всех так. Я как-то уведаю немножко. У вас пару лет накидывается у Сергея 10. Да, да, да. Ну, это да, это впереди у меня. Вот. И, да, несмотря на то, что это личности, такие мастодонты, как Ануров, Хамерик, и Апельянс, Хабенский, и Бондарчук, и все сразу... Прям тренер зачитала только что. Да, и Минаев еще приезжает на площадку и контролирует. Это как-то закадрово. Я почему-то чувствовала себя очень уверенно и в какой-то заботе. Вот говорю, несмотря на свой возраст и еще такой слабый опыт небольшой, все почему-то меня слушали, было странно. Я даже так поначалу терялась и не знала, говорить мне или не говорить. А потом уже лихо, со своим мнением, на коне... А потом режиссер говорит, Юля, хватит молчать, у вас слова по сценарию. Говорите уже, наконец. И Юля встает и уверенно говорит, так, через счет, вы гений. Да, и, собственно, занавес. Нет, текст у меня, кстати, немного в роли. Я, так сказать, лучи испускаю. Есть у нас такое актерское понятие, надо лучи испускать. И я вот эти лучи из себя транслирую через камеру. Не только у актеров есть такое понятие, да, у нас тоже есть. И лучи испускатель как раз сейчас в студии. Иногда это лучи ненависти, но тем не менее. Да, но по-разному, лучи всякие идут, да. У нас тоже, дамы и господа, невероятный день, невероятно приятный день. Юлия Хлынина, актриса театра и кино у нас в гостях. Да, Юлечка, ну вот в ней эфиры начали уже разговаривать на эту тему, что, пожалуй, профессия актера, она одна из немногих, если не единственная, в которой человек что-то сделал, где-то снялся, а результаты своего труда он увидит только там через несколько лет. Да, да, долгий постпродакшен. Сколько, Юль, честно скажи, прошло с момента съемок фильма «Селфи» и вот выхода? С момента «Селфи» прошло полтора года. То есть мне было 24, когда мы начали снимать, и сейчас уже 26. Вот так вот. А ты заметила, что у Юли полтора года за два? То есть было 24. Сейчас я 29. Маленький седой Сережа в моей голове заплакал в эти минуты, ей уже 26. Друзья, так. Но на самом деле этот, как называется, постпродакшен, выход картины, он достаточно быстрый. Потому что есть картины, которые очень долго могут попасть в эту колею и долго искать деньги на графику, на то, чтобы дорисовать, дозвучить вообще рекламу. В общем, какой-то долгий, сложный период. Я, на самом деле, плохо это знаю, но когда я встречаюсь с продюсерами, спрошу, а где там та самая картина, в которой я много лет назад снималась? Мне говорят, ой, что-то еще все движется, еще все движется. Прошло уже много-много лет. Ну вот селфи, друзья, всем повезло, потому что полтора года не такой большой период. Да, и еще есть шанс, что меня узнают по этой картине. Ну, хоть как-то меня отождествят. Юль, слышали, что вы сыграли роль жены Льва Ивановича Яшина в фильме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Насколько я понимаю, это по биографии великого нашего вратаря. Я даже не побоюсь этого слова. Вчера, да, вчера был у меня предпоследний день. А знаете, сколько я снимаюсь? Сколько? Это даже еще не закончились съемки этой картины. Еще раньше, чем селфи я начала сниматься. Да ладно? Это два года, вот от и до идет два года работы над съемками. А еще постпродакшн плюс год. И мы выйдем, наконец-то, на экран. Юляш, мы тебя не узнаем. То есть это 19-й год, скорее всего? Нет, то, что вы меня не узнаете, это абсолютно точно. Потому что я играю от 17 лет до 47 там практически. А, то есть такая. То есть у меня там 30 лет разница, это и пластический грим. И я совсем в другом образе, чтобы из меня сделать советскую женщину правдоподобную. Сколько максимум часов на грим вот уходят у тебя? Сколько тебе приходилось сидеть, чтобы тебя мазали? Ну, пластика у меня есть в одной сцене, вот только в финальных сценах, где мне уже там за 40. И там, ну, часа два с половиной, наверное, уходит. Ну, то есть это сделает лицо. Из нескольких частей у меня парики, потому что я совсем другого цвета. И, кстати, у меня замечательный гример Люся Раужина. Это известнейший советский гример, который... А парички у меня Гурченко от Гурченко. Вот оно что. Что интересно, хотел что обсудить. Как знаете, Юля, сейчас в прокате идет фильм «Движение вверх», тоже спортивная такая драма. Да, еще не видела. Еще не видела. Из-за работы не успела сходить. Но все плачут, все хвалят. Все плачут, все хвалят. Есть просто герои тех лет, да, то есть супруги спортсменов, да, и так далее, которые как раз-таки говорят, что вот ставят в пример фильм о Льве Ивановиче Яшине, говорят, что вот с нами не посоветовались при написании сценария, а вот как раз-таки говорят, по крайней мере, что и актеры, и точно уж сценаристы, режиссеры чуть ли там не постоянно советовались, консультировались, общались. С кем? Расскажите, пожалуйста. И это правда. Ну, жена вратаря Яшина жива. Со вдовой, да. Со вдовой Валентиной Тимофеевной воочию. То есть вы постоянно? Ну, не постоянно, но несколько встреч у нас было, и это потрясающая женщина. Во-первых, я никогда не думала, что в 80 лет можно так мыслить, так разговаривать, столько курить. И вообще, это такая бой женщины, что это явно жена великого спортсмена. Я прям впитывала рядом, я во время диалога уже поняла, ого, вот так это было. Она, конечно, рассказывала нюансы жизни, дети, у них две дочки, и дети рассказывали, как они помнят папу, что папа откуда привозил, какой он был. Ну, то есть это все собрано действительно из биографичных прям моментов живых. А вообще в футболе разбираешься? А как в футболе вообще одна? В футболе я не разбираюсь, но у меня папа большой фанат, и поэтому, когда я была еще... За кого? За кого папа только гоняет? Ой-ой-ой. За московское или Динамо, как Лев Иванович Яшин? Ну, так скажем, не совсем. Значит, значит, Спартак. Нет, нет, нет. А кто? И не Спартак. Локомотив! Да, это были те самые годы, когда я сидела на трибуне Локомотива. Папе большой привет, скажи Демидов там вообще авторадио, да. Люди бывают ошибаются. Да, вот, Локомотив, отличная команда. Опять микрофон выключили. Это просто невыносимо, Юля, вы понимаете. Юля, еще один фильм, который в скором времени должен выйти на экраны. Купи меня. Через месяц. Фильм о цене, который у девушки готовы заплатить за счастливую жизнь. Да, это потрясающая история, которую написала сценаристка «Измен», сериал «Измен». Такой по ТНТ был он, нашумевший. У них тандем. Сценаристы Дарья Грацевич и Вадима Перельмана, номинированного на «Оскар» режиссера, который снял, и, в общем, Дарья написала «Измены», а Вадим снял. И они уже в такой связке с цепки понимают язык друг друга. И это история о героиних, о девушках, которые доборются с этим порочным, тленным, продажным миром. Юль, как вы боретесь? Расскажите, какую цену вы заплатили? Я бы сказала, что моя героиня, у меня главная героиня Катя, которая, наоборот, она, так скажем, нехотя борется. Она сначала вступает в эту игру и думает, что она с этим справится. Хорошее выражение. Может быть, вступим в игру? Будем нехотя бороться? Хорошо, идет. Оседлает коня. Сюда есть эти тяжвесы такие. Будем нехотя бороться или хоть обороться? Как будем бороться? Так, а это вообще мелодрама, да? То есть мужчинам интересно будет или нет? Я бы не сказала, что это мелодрама. Я считаю, что это прям драма. Это прям драма. Это прям драма. Мужчинам... Расскажи колхознику, чем отличается мелодрама от драмы? Ну, мелодрама... Это про любовь. Это жанр мельче, ниже. Он как бы включен в драму. Мелкая драма. Драма, да. Вот если есть трагикомедия, это как бы прям высокий жанр. Трагедия, комедия, они как бы чуть расходятся дальше, чуть ниже. Потом драма. Все это, в принципе, тоже называется драмой. Но драма, это, так скажем, не настолько гибельные выси чувствования, переживаний. А мелодрама, это что-то приближенное к тому, что мы каждый день испытываем. Там скучаем по кому-то, у нас какая-то потеря. Не можем заработать денежек. Я не знаю, грустно просто стало. Погода там. Ну, в общем, что-то более близко к бытовым чувствам. Друзья, блистательный дак. Поэтому «Купи меня» это все-таки драма. Друзья, но самый блистательный жанр это психологический триллер, потому что «Селфи» это именно психологический триллер по роману Сергея Минаева. Юлечка сыграла, напомним, главную женскую роль Жанну. Юля, что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что это помимо того, что психологический триллер с элементами детектива и, так скажем, психологическо-мистический. Для меня все-таки это еще философская притча, потому что я бы туда не ходила на совсем такие триллеровские манипуляции. То есть здесь не дело в том, что... Сейчас меня запугает. Я с детства не люблю все такие простые манипуляции с ужасами. Типа... Все испугались. Мне кажется, что... Ой-ой-ой, это что-то играет. Это вот из ужасов, да, как раз. Что это? О, боже мой, что это? А я люблю, когда это сделано умно, когда меня, наоборот, долго пугает внутри истории, и я сама не знаю, как внутри диалога, так скажем. И мне кажется, что это философская все-таки такая история, философский диалог крутой, который заложен туда Минаевым. Диалог самого с самим собой. И мне кажется, такая не совсем простая, тривиальная вещь. Друзья, с 1 февраля в кинотеатрах смотрите обязательно селфи. Любуйтесь Жанной, которую сыграла очаровательная актриса в театре кино Юлия Хлынина. Юлечка, приходи к нам, пожалуйста, еще. С удовольствием. Абрамяна в следующий раз можем вообще выиграть. Это было интересное теплое утро. Спасибо. Теплое утро. Теплое утро.